Благодаря тому, что я прошел обучение в региональной общественной инспекции, я понял, что у собственника существует кроме обязанностей перед управляющими компаниями, также есть у нас права, которые мы обязаны защищать, потому что управляющие компании при ненадлежащем предоставлении качеств жилищных и коммунальных услуг нарушают условия договоров управления. И многие собственники просто теряются и не знают, куда обратиться по этому поводу. Благодаря этому обучению мы узнали, какие есть у нас права, какие есть обязанности, какие есть нормативно-правовые документы, благодаря которым мы можем заставить наши управляющие компании, наконец-то, добросовестно выполнять свои обязанности. Данный институт реализуется в рамках президентского гранта. В рамках теоретического курса была проведена стажировка с выходом на конкретные дома. В рамках стажировки мы смогли провести общественный контроль. Это дома по конкретным заявлениям собственников, то есть в рамках обучающего процесса. Наши обучающиеся писали заявления, мы выходили на эти дома, осматривали, разбирали ситуации, взаимодействовали с управляющими компаниями. И результатом становилось улучшение условий проживания людей, то есть разрешение их конкретных проблем. А что дают эти удостоверения вашим жилищным инспекторам? Я вам приведу простой пример. Буквально недавно мы встречались на прошлой неделе с первыми выпускниками нашими. Они сказали, обращались они в расчетные центры, потому что очень много проблем с расчетами тарифов. Просто как собственники. Долго ждали ответа, например, расчетный центр ИВЦ. Не могли его получить ни месяц, ни полтора, ни два. Как только пришли и сказали, и показали документ о том, что мы общественные жилищные инспекторы, что мы работаем в соответствии с положением, что мы при региональной общественной инспекции работаем, сразу же меняется отношение. Ответ был получен в тот же день. Внимательнейшим образом отнеслись к разбору ситуации, и проблемы человека были решены. Человек приобретает новый статус, новые знания, что очень важно, потому что он умеет работать в рамках правового поля. Не просто как активный человек, который хочет решить проблему, а человек, наделенный знаниями для решения этих вопросов. Кто эти люди, общественные инспекторы? О, это разнообразная совершенно категория людей. Прежде всего, это собственники, это члены советов многоквартирных домов, это председатели советов многоквартирных домов, это представители ТСЖ, ТСН, как сейчас их называют. И просто активные собственники, которые бы, например, хотели изменить ситуацию, улучшить условия проживания, поменять управляющую компанию и так далее. То есть люди небезразличные к тем условиям, в которых они проживают. Люди, которые имеют проблемы и хотят их решить. А почему все-таки, даже с появлением жилищных инспекторов, проблем в ЖКХ меньше не становится? Ответ очень простой. Наверное, те проблемы, которые накопились долгими периодами предыдущими, невозможно решить одним разом. Наша задача увидеть не мгновенный результат, а наша задача, долгосрочная перспектива, воспитать новое поколение собственников, умеющих грамотно распоряжаться и управлять своим имуществом.